Мелкий мотыль И нам его надо разбить Чем разбивают? Разбивают либо специальной разбивкой Мелкодисперсным грунтом Либо вот как вариант можно разбить крахмалом Что дает такая разбивка? Правильная разбивка мелкодисперсная Она обволакивает каждую частичку каждого мотылика Каждую личинку И они отделяются друг от друга И становятся как бы сами по себе Вот мы засыпаем все это дело разбивкой И тщательно разбиваем Так, чтобы личиночки разъединились И не было слипшихся комков Слипшиеся комки это очень плохо Рыба их может выискивать И одним таким комком она сразу же наестся Всерьез и надолго А если мы разобьем Личинки будут по одной Она будет вынуждена их точно так же по одной подбирать, кушать У нас этот мотыль Не самого, скажем так, лучшего качества Если мотыль очень хороший То он как бы сам разбивается Стоит его только присыпать Он очень быстро Поскольку весь активно движется Забирает в себя эту присыпку Всю эту процедуру тщательно повторяем Со всем количеством мотыля Который у нас имеется Чтобы у нас нигде Не было слипшихся вот таких вот комков И чтобы мотыльки были разъединены Если разбивки недостаточно То нужно еще посыпать Вообще правило такое Чем хуже мотыль Тем больше нужно разбивки Для того, чтобы привести его В хорошее состояние угодное А чем лучше мотыль Тем меньше нужно разбивки Хороший сам разбивающийся мотыль Практически стоит только на него Маленьким слоем посыпать И он тут же уже разбился Вот Более-менее мы В порядок мотыля привели Теперь он у нас вот здесь Вот если посмотреть Вот мы привели Мотыля В хорошее состояние Каждая личинка Практически у нас Живет своей отдельной жизнью Отделена от других На самом деле оказалось, что мотыль не такой уж и плохой Вот он живой достаточно И вот в таком виде можно его уже забирать для использования на рыбалке Разбитого мотыля мы разделили на две порции Теперь осталось только его завернуть И он будет в таком виде храниться Довольно долго Летом такой мотыль Хранится неделю-две Зимой Случается, что и по полтора месяца лежит Вот тут вот есть один секрет Вот эта газета, она влажная слегка Сам мотыль лежит в сухой подложке А снаружи слегка влажная газета Обработанная пульверизатором Вот это опытные мотыльщики Они именно так делают Поэтому мы ее в этой же упаковочке и оставляем Таким тонким слоем Не сжимая его, закатываем И на нижнюю полку холодильника Вот в таком ролике он у нас будет храниться